Всем привет, меня зовут Полина, и сегодня я бы хотела с вами поговорить о любимых вещах моего, там, не знаю, в последнем времени, просто я не могу сказать, что это прям фавориты, там, лета, например, потому что уже конец сентября. Блин, может быть, это просто фавориты сентября? Чего я его думаю вообще? Это фавориты сентября. Чтобы вы понимали просто, я неделю уже хожу и пытаюсь понять фавориты, какого периода времени я пытаюсь вам рассказать. Я просто взяла и решила это за минуту, как трудно быть тупой. На самом деле я очень давно не снимала фавориты, я от них когда-то очень давно устала, потому что я их снимала практически каждый месяц. У меня не было особенно много времени, чтобы сформировать, грубо говоря, новый список того, что мне нравится, и я в этом году тоже не собиралась начинать, тем более, что у меня месяц сейчас длится еще быстрее, чем он длился тогда. У меня вот так прошел сентябрь. Это сентябрь мой. Все. В общем, мои фавориты я решила начать по классике с одежды, потому что я не могу жить без одежды. Я даже больше скажу, я не то, что не могу жить без одежды, я не могу жить без новой одежды. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет денег, поэтому я... Ну как, они есть, но не буду же я тратить их на одежду. Я вам просто расскажу в одежде о том, что я ношу, не снимая. Первая вещь это джинсы от фирмы Replay. Они вообще мне не предназначались на самом деле. Просто мама их себе заказывала, вот они и не подошли. Я любезно их взяла себе, а хоть они мне и большеваты чутка, меня это, в общем-то, не волнует, потому что если джинсы мне чуть-чуть большеваты, я всегда чувствую какое-то успокоение внутри, что я еще не настолько отожралась, чтобы не влезать в очередные джинсы. Типа... Эти джинсы мне очень нравятся, плюс они просто черные, они прямые и свободные. И они даже на самом деле делают, знаете, ноги не вот такими, когда ты прямые просто трубы надеваешь, да? У тебя просто прямые ноги. А тут они их чуть-чуть вот так вот делают, да. И ношу я их со следующим фаворитом из одежды. Это толстовка Asos. И чтобы вы понимали, она, да, мужская, и да, она в размере XL, и да, я покупаю ее уже второй раз. У меня на самом деле боль связана с этой толстовкой. Первый раз, когда покупала, она у меня уже, ну, она умерла, все, эта толстовка, и ей плохо. Она вместо черной стала серой. В общем, она пережила многое. Когда у меня та умерла, у меня что-то в голове екнуло, и я такая, хм, а не купить ли мне точно такую же, да, только розовую? У меня муха летает на балконе. Зачем ты? Вот зачем? Я окно открыла для чего? Чтоб тебя впустить или все-таки, чтобы проветрить? Вот ты не думала вообще об этом? Придурочная, куда ты лезешь? Ты вот сейчас сюда в комнату все пытаешься попасть, ты залетишь, а потом будешь как идиотка искать выход. Главой-то подумай. Я купила розовую толстовку, которая всем очень нравится. Я на ней еще сделала вышивку картины. Всем она нравится? Мне она больше не нравится. Я вообще ничего плохого не хочу про нее сказать. Она крутая, классная, вообще базару ноль. Она с внешней стороны хлопковая, а внутри у нее флисовая подкладка. И я ненавижу эту флисовую подкладку, меня она бесит. Я не знаю почему, со слезами на глазах накопила 1870 рублей или 1780, я не помню. И купила себе снова толстовку. Но тут очень важный момент. На сосе есть две такие толстовки, одинаковые просто один в один. И название одинаковое тоже. И я предположила, что вот та, которая была у меня, это вот то, что мне нужно. Потому что у нее хлопок был и снаружи, и из внутри. То есть все было супер. Я четко открыла свои заказы. Нашла эту толстовку, заказала эту толстовку. И что вы думаете? Asos, видимо, все поменял. Все свои толстовки, и они все теперь с этой дурацкой подкладкой. В черной толстовке у меня, ладно, нет претензий. Я смирилась с этой подкладкой. Я предположила, что ладно, зато мне зимой будет типа не так холодно. Очень люблю эту толстовку. Она супер крутая, огромная, мягкая. Следующий мой фаворит, это то, что идеально вписывается в мою квартиру. Это пижама. У меня две пижамы из Юникло. Обе шикарнейшие. Одна, правда, супер яркая. Я к ней вообще, правда, никаких вопросов, естественно, не имею. И она чутка теплее, чем моя вторая пижама. Вторая пижама, это просто рубашка с брюками. Мне ее было так жалко носить всегда. Но сейчас я такая, блин, ну грех, грех. Я внизу в пижаме. Последняя вещь, это фаворит, который понравился практически всему моему инстаграму. Ну и мне, естественно, в том числе. Это Джорданы. Вообще обалденного сиреневого цвета. Блин, я постоянно забываю модель. Ну, в общем, я и укажу ее вот где-то тут на экране, она появится. Когда я ее увидела в магазине, а я ее увидела на секундочку, в аутлете Найковском в Москве, когда там была с Саньком, это даже есть в видосе. Ссылка, кстати, тут будет где-нибудь, так что смотрите. Они стоили 4 тысячи, по-моему, или 5 максимум. Не офигеть, какие мягкие, комфортные. Я их, правда, очень редко ношу, потому что я очень боюсь их засрать. И вообще у меня такого давно не было, потому что чаще всего я покупаю обувь, и я вообще не парюсь. Я ее покупаю, и я думаю, ну я себе купила обувь не для того, чтобы она стояла. Я купила, чтобы ходить и не быть красивой. Но вот эти кроссовки, конечно, они мне безумно дорогие. Я их стараюсь очень редко надевать, и всегда... Это вообще просто дебилизм какой-то. Я каждый раз, когда хочу их надеть, я специально проверяю по погоде, не будет ли дождя, потому что если будет дождь... Следующий блок моего видео это аксессуары. Да, я знаю, что я разделила зачем-то одежду и аксессуары, но в целом почему нет? Я могу себе это позволить. Это мой канал. Первое, наверное, на что, я надеюсь, все обратили уже внимание, это мои ракушки. Я вообще горела этими ракушками, я не знаю, сколько лет. Года два. Вот с того лета точно я их заказала этим летом на Алиэкспрессе. Я не знаю, рублей за 40. И действительно они очень классные, мне не нравятся. И говоря о Алиэкспрессе, я не могу не упомянуть уже сумку, которую я показывала в своих покупках с Алиэкспресс. Это простая обычная белая холщовая сумка. Она настолько оказалась вместительной, что в нее вмещается все, и я с ней хожу везде. Я очень просто боялась, что из-за того, что она светлая, она не будет подходить ко многим образом. А оказалось, что светлые сумки это так легко, они так легко стилизуются совсем. Я в жизни о таком подумать не могла. Немного неожиданный для меня аксессуар, потому что я достаточно редко ношу такие вещи, точнее говорить кепки. Мне всегда казалось сначала, что они мне не идут, а потом мне просто было их неудобно носить. Я их надевала, и естественно, все мои объемные, пушистые вот такие волосы становились сразу же вот такими. А так как я волосы теперь нынче мою редко, я устала мыть волосы, прикиньте. Ну и теперь я хожу в этой кепке, и все супер. У меня кепка Ильи, на самом деле. Я просто однажды поменела свою кепку на его, и мне все очень нравится, меня все настраивает. Музыка. Любимая часть всех, мне кажется, моих подписчиков, всех моих знакомых. Первое, что я хочу отметить, это то, в чем слушать музыку. Где-то последний месяц перестала вообще ходить с AirPods'ами, и начала ходить с моим нынешним фаворитом. Это Marshall Major 2, по-моему, так называется, или Major 2, я не знаю. Мне нравится называть Майоры, у меня Майоры. Понимаете, да? И почему я поменяла AirPods'ы? Просто потому, что мне кажется, они медленно, но верно стремятся к пенсии. Вот им уже просто машут двумя руками, такие, чуваки, вам скоро все, на покой, готовьтесь. Один из наушников постоянно разряжается минут за 30. Я не успеваю до работы доехать, и до работы мне ехать час, и он через 30 или 40 минут, левый наушник, не всегда такой, у меня 1% пока. Это вообще не кайфово, поэтому я пока гоняю с Marshall'ами и надеваю их на кепку. Они с кепкой сочетаются, просто конфетка. Я слушаю музыку на Spotify, я перешла на него практически сразу же, как его анонсировали в России, потому что на Спотике есть очень много песен, которых нет в Apple Music, ну и немножко музыки. Первый альбом — это Папин Олимпоз. Если вам плохо, вперед из песней. Вполне ожидаемая рекомендация от меня — это Макмиллер радио. В общем, если вы заходите в Спотике на аккаунт Макмиллера, то там можно выбрать именно радио, и там все очень, видимо, похожие и близкие по жанру песни с Макмиллером. Я слушаю, я не знаю сколько, очень долго слушаю. Я эту песню не могу перестать слушать. Я ее узнала, когда она вышла, правда, чуть ли не сразу же, и все. Это была любовь с первого взгляда, меня пронзила вот эта стрела любви. Песня Кертиса Уотерса и там еще кучи кого-то там называется «Станинг». Ребята, немного фильмов, их действительно не очень много. Первый — это «Зависнуть в Палм Стрингс». Это шикарный фильм о дне сурка, в котором оказываются сразу трое людей. И тут и комедии. И любовь, и какой-то, грубо говоря, а-ля глубокий смысл. Но вообще это просто идеальный фильм для вечеров, когда вы уставшие, приходите откуда-либо, вы хотите просто лечь, включить фильм и расслабиться. Вот это тот фильм именно для этих вечеров. Я бы сказала, что это не просто фаворит из фильмов. Это прям мой любимый фильм. И я сейчас говорю о дороге перемен. И ты любишь меня. Вот что я хотел сказать. Но я не люблю тебя. Я ненавижу тебя. Ты просто мальчишка, который рассмешил меня однажды на вечеринке. А теперь мне даже вид твой отвратителен. Это рассказ о том, как над пропастью висят два любящих человека и не могут при этом помочь друг другу выбраться из всех проблем, в которых они утопли. Соответственно, каждый просто за счет друг друга пытается выбраться и попасть в какой-то идеальный мир, в идеальные отношения и вообще создать себе вот такой идеальный уголочек. Ну а так как все знают, что идеалы у всех разные, то, соответственно, у них ничего не получается. И все, наоборот, становится только хуже. Но я про саундтреки вообще молчу. У меня в медиатеке есть целый альбом со всеми саундтреками из Дороги перемен. Да, я слушаю под семь минут просто вот без ничего мелодий из Дороги перемен. И у меня все хорошо. У меня все нормально. Я исключительно стабильный человек. Еще, наверное, фильм для таких же вечеров, когда хочется просто расслабиться, это «Арахисовый сокол» или «Сокол». Сокол. Почему сокол? На самом деле, это простенькая road movie история, которая рассказывает о трех ребятах, которые встретились, что называется, в необычный период моей жизни, отправляются в путешествие, которое тоже, можно сказать, стало необычным. И в этом путешествии они познают и себя, и друг друга. На, пей. Сразу полегчает. Так, какое у нас первое правило? И селиться. Правильно! Ха! Да! Да! За всем этим очень классно наблюдать. Я понимаю, фильмов немного, это был последний фильм. Фильмов немного не потому, что я их как-то редко смотрю или еще что-то. Я достаточно часто смотрю фильмы, просто очень редко мне они прям супер нравятся. То ли потому, что я какой-то супер придирчивый, там, требовательный зритель, то ли наоборот, потому что я тупой зритель, который ничего не понимает и поэтому ему ничего не нравится. Я пока не поняла. Но что я люблю, так это сериалы. Первый сериал очень старый уже, ну, по нынешним меркам, это сериал «Меломанка». Мы его с Ильей посмотрели просто взахлеб. Шикарнейший сериал. Тут даже говорить нечего, почему именно он шикарный. Во-первых, Зои Кравец. Ну, Зои Кравец. Во-вторых, это саундтреки. Также сама история, которая, по сути, не особо интересная и никакого веса не имеет, но она супер круто рассказана и показана. То, что, мне кажется, сейчас смотрят абсолютно все, по крайней мере, большинство, это «Пацаны». Очень классная лента, которая показывает, какими могли бы быть, ну, это один из вариантов исключительно, естественно. Герои в наше время, работая со всякими пиарщиками, крупными компаниями и так далее. Зарплату, как дадут, сразу пойдем бриллиантами затариваться. Шампанское реками будем лить. Да знаю, знаю, шучу же. Ладно, милая, до скорого. Безумно смешно, очень классный сюжет. Единственная проблема, что первый сезон был гораздо интереснее, чем второй. Однако во втором тоже бывают классные серии, когда они прям цепляют какими-то поворотными моментами. Ну и сериал, естественно, вывозит озвучка кубик в кубик, потому что это первый раз, когда я выбираю озвучку вместо оригинала. Блин, я только сейчас поняла, что я так долго распиналась про то, что сериалов у меня больше, чем фильмов, а у меня их одинаковое количество. Последний сериал – это «Утреннее шоу». Офигенно! Я спрашиваю себя, достойно ли ты такой привилегии быть ведущей «Утреннего шоу»? Вы закончили? Чего? Кажется, ребята, до вас никак не дойдет, что власть уже не в ваших руках. Отдел новостей держится на моем шоу. И единственное, что удерживает нас на плаву – это я. А все почему? Потому что Америка любит меня. А значит, Америка принадлежит мне. Вроде ничего сложного, но почему-то вы постоянно об этом забываете. Я очень долго, на самом деле, откладывала этот сериал, потому что Илья говорил, что он посмотрел первую серию, она очень занудная, скучная. Но потом в какой-то раз Apple TV мне опять показала этот сериал, и я такая, блин, ну ладно, ну надо посмотреть. Я посмотрела, и я весь сезон, я взахлеб. Единственное, что меня там чуть-чуть, может быть, расстроило, это последняя серия. Я ожидала, что будет какая-то более мощная концовка, хотя в целом, и это тоже ничего. Еще одна причина, по которой я не могла пропустить этот сериал, это Риз Уизерспун вместе с Энистон. Я прошу прощения, но я вот такие коллабы обожаю. А на этом все. Извините, солнце уже ушло, я что-то очень долго разговаривала. Я очень надеюсь, что вам понравился этот видос. Всегда можете оставлять свои комментарии внизу с вашими фаворитами, с вашими советами и вообще с чем угодно. Я очень люблю ваши комментарии, всегда на них отвечаю, вы это знаете. И также подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал, ставьте лайк этому видосу, делитесь им с друзьями, я не знаю, с родителями, бабушками, дедушками. И до следующего видоса. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok